Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Митингом-реквием ульяновцы отметили день воинской славы. Семья из Сурского создала пекарню по соцконтракту. Земский доктор в Сенгилеи. Зачем специалисты уезжают в Буллинку? В формировании комфортной городской среды в Димитровграде. К 2020 году ульяновскую формацию в Ульяновской области заменят на государственные аптеки. На сегодняшний день уже выделено помещение для создания склада госаптеки. Его осмотрел губернатор. С места событий наш корреспондент. Воссоздать аптечную сеть такая задача стоит перед ульяновским. Минздравм до начала 2020 года. Новая организация, которая будет обеспечивать население бесплатными лекарствами – это Ульяновская государственная аптека. Склад учреждения 870 квадратных метров, оборудованный холодильниками и комнатами хранения, располагается по адресу улицы Пожарского, дом 25А. Отсюда лекарства будут распределяться по аптекам области. Двухэтажные здания оборудованы современными средствами хранения, использования, защиты. Также автоматизированы системы пожаротушения. На данный момент проходит процедура лицензирования склада. Формируются техзадания на закупку. На создание склада из областного бюджета выделено 20 миллионов рублей. До конца года будет открыто 36 аптек и аптечных складов во всех муниципалитетах области. Все аптеки открываются в лечебных учреждениях. 30 на местах бывшей фармации, 6 по этим же адресам в других помещениях. Тем самым не будет нарушена шаговая доступность населения к аптеке, сохранится социальная значимость, что является очень важным фактором. На работу в новую структуру принято 20 человек. В сентябре будет трудоустроено еще 30 специалистов. Также прорабатывается вопрос о трудоустройстве сотрудников Ульяновской фармации. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Почти 600 ульянских семей получили поддержку по соцконтракту. Программа действует в области по инициативе губернатора Сергея Морозова уже пятый год. О том, как соцконтракт работает в Сурском, в нашем материале. Почти 600 ульянских семей получили поддержку по соцконтракту. Программа действует в области по инициативе губернатора Сергея Морозова уже пятый год. Полученные по соцконтракту денежные средства люди направляют на животноводство, растение-водство, пчеловодство, мастерские и частные школы. А вот многодетная семья Черновых из Сурского открыла свою мини-пекарню. Из областного бюджета им выделено 58 тысяч рублей. Оксана Чернова занимается выпечкой тортов, кексов и других сладостей. Ну, в основном где-то 50-60 тортов в месяц. Да, это тяжело. На каждый торт уходит где-то в районе суток изготовления одного торта. А рынок сбыта в Сурске? Нет, Сурск, Ульяновск, Москва. Главу области угостили тортом, стилизованным в виде стерляди. Эту рыбу раньше вылавливали суре и поставляли к царскому столу. Губернатор тоже пришел не с пустыми руками. Семейное производство в настоящее время планируют расширять. И глава области вручил сертификат на 50 тысяч рублей. Они пойдут на покупку холодильника. А это, в общем-то, традиция, которая закладывается сегодня. Новую форму работы, социальный контракт. Когда семья берет на себя некоторые обязательства, начинает развивать конкретное дело. Мы видим за этим большую перспективу. Всего в этом году из областного бюджета на меры социальной поддержки, такие как соцконтракт, направлено 68 миллионов рублей. Что на 19 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Егор Ситов, Даниил Сурков, Новости Управды ТВ. 23 августа в России ежегодно отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве и День воинской славы Российской Федерации. В Ульяновске в памятный день прошел митинг-реквием. Курская битва, продолжавшаяся почти 50 дней, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Ее последний этап завершился 23 августа 1943 года. Сегодня на площади 30-летия Победы прошел митинг-реквием. По традиции, накануне памятного дня сотрудники соцзащиты посетили ветеранов-участников Курской битвы, вручили им продовольственные наборы, а также осмотрели условия проживания, чтобы оказать помощь нуждающимся. Одним из адресатов стала Антонина Александровна Ершова. Несмотря на преклонный возраст, а ей уже 98 лет, она согласилась стать участницей митинга-реквиема. Курская битва для нее особенно памятна. Под Харьковом попали в окружение. Нас в Харькове немец окружил со всех сторон. И мы ночью выходили из окружения ночью. И вышли мы к городу Белгороду, к Белгороду. И там все равно я телеграфистка, связистка, телеграфистка. Заставили работать в землянке. Я работал в землянке под бомбежкой, бомбили. В ходе Курского сражения советские войска потеряли 870 тысяч человек. Среди них были и ульяновцы. Имена героев, начертанные на гранитной стене, напоминают нам о мужестве тех, кто сражался за нашу Родину. В следующем году россияне отметят 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В связи с этой датой президент подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы. Губернатор Сергей Морозов поручил активизировать действия по подготовке к празднованию юбилея победы. В ближайшее время у нас планируется проведение всероссийских акций совместно с другими региональными организациями. Например, мы проводим всероссийскую акцию «Капля добра», которую проводят у нас совместно с антитеррористическим комитетом. Также у нас планируется проведение всероссийских исторических квестов, которые проводятся днем единых действий на территории всей Российской Федерации, которые направлены на популяризацию и распространение патриотизма среди молодежи, такие, как, например, риск в рамках формата «Что, где, когда» на знании именно основных событий. В регионе запущен проект по сохранению и благоустройству памятников, мемориалов, мемориальных досок, находящихся на территории закрытых предприятий и организаций. Глава региона подписал распоряжение о разработке памятного знака в память о праздничном параде в Ульяновской области в день 75-летия Победы. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Выпускница медицинского факультета уехала в Сенгиле лечить местных жителей. Что и обещает государство молодым специалистам, которые отправились в глубинку. Подробнее в материале Виктории Черковой. В начале августа в Сенгилеевской районной больнице появился молодой специалист. Терапевт Ксения Тетерина приехала в райцентр сразу после окончания вуза. Когда она получила диплом, встал вопрос о трудоустройстве. Девушка решила воспользоваться федеральной программой «Земский доктор». Через региональный Минздрав она оформила заявку и получила не только вакансию, но и материальную помощь. Да, подъемные документы, то есть на них все собрали, отправили. То есть миллион рублей обещают выдать это. Ну в течение года, я так понимаю, когда там. И плюс еще подъемные, как молодому культивному специалисту. И пациенты, и коллеги радуют пополнению, потому что в учреждении настоящий кадровый дефицит. В терапевтическом отделении есть еще три свободных вакансии. Хирургов и узких специалистов тоже катастрофически не хватает. Ну вот гинеколог у нас как бы пришел, вроде сейчас это будет закрыто. И хирурги. Это такие самые распространенные, ну такие ходовые, как, ну не хорошее слово, но получается, что так. А так бы, конечно, еще нужны нам узкие специалисты. Специалисты именно для проведения, ну и просто для отслуживания населения, и для проведения диспенсеризации детского населения. Это кулисты, лор-врачи. В Сенгелеевском районе программа «Земский доктор» стартовала в 2013 году. В то время правила немного отличались от нынешних. До 2017 года фельдшеров и врачей отправляли в селы и рабочие поселки. В прошлом году программа распространилась и на малые города России с населением до 50 тысяч человек. За время существования программы «Земский доктор» в районной больнице Ульяновской области прибыло 59 врачей. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Управды ТВ. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фаворит» привезли специализированные оборудования для первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА. Подробности расскажет Наталья Чумаченко. Меньше месяца остается до главного спортивного события, которое пройдет на территории Ульяновской области. Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА стартует 13 сентября. Подготовка к празднику в разгаре, поэтому спортивные объекты города начали завозить специальное оборудование. Сегодня мы находимся на первом объекте, который будет принимать также Международный форум ТАФИСА «ФОК Фаворит». Сегодня мы принимаем первую разгрузку, погрузку – это ковры для занятий самбо. Здесь у нас 14 сентября будет мастер-класс проведен именитым спортсменом, заслуженным мастером спорта по самбо Денисом Гольцовым. Также здесь будут мастер-классы по кореш, национальной борьбе. В фестивале задействовано 8 спортивных площадок Ульяновска и 4 Димитровграда. На них пройдут мастер-классы и семинары с участием известных спортсменов, чемпионов мира и Европы, а также руководителей Всероссийских спортивных федераций. Сейчас заявочная кампания в самом разгаре. Мы понимаем, что уже более тысячи участников заявилось на различные площадки. Самая сейчас, наверное, горячая пора. Определены основные площадки, основные спортивные комплексы, на которых будет происходить. Сейчас мы обсуждаем уже концепцию и в том числе планы проведения мастер-классов и вообще по большому счету праздников, спортивных праздников на каждой из этих площадок. Одна из главных целей фестиваля – привлечь к занятию спортом подрастающее поколение. Для этого уже после проведения международного спортивного события весь спортинвентарь останется в дар спортивным школам, в которых сегодня занимаются дети. Что ты ждешь от этого фестиваля? Я жду звезд хорошей борьбы, техники и новых приемов. В этот же день татами был завезен фок-автомобилист в железнодорожном районе Ульяновска. В течение оставшихся недель оборудование появится и на других спортивных объектах. Наталья Чемоченко, Данил Сурков. Новости Управда ТВ. Новости от наших коллег из Димитровграда. Продолжается благоустройство второй очереди аллеи учителей. Подрядчик уже уложил часть тротуарной плитки на площади перед памятником Георгия Димитрова. Впереди решение не менее важного вопроса. Что делать с памятными плитами выпускников и известных людей в городе, которые были демонтированы в процессе благоустройства территории в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды? К концу августа готовность второй очереди аллеи учителей, благоустраиваемая в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, составляет чуть более 30%. Вместе с тем директор МКУ ДИП Никита Горошков уверен, работают строители качественно и в установленные сроки уложатся. Что касается контроля общественников, естественно, у нас существует общественная комиссия, которая здесь постоянно, так же, как и мы, контролирует ход проведения работы. Когда должны прийти? Сегодня, значит, в 6 часов вечера здесь у нас будет сбор общественной комиссии, будут смотреть первоначальную укладку плитки. Данный объект примечательен еще одной вещью. Все плиты, которыми ранее была покрыта данная аллея, еще с советских времен были использованы как торсарио для проблемных участков города. Материал пошел на дополнительные тротуары в поселке Дачино, например, и Зайцевом поселке. Всего удалось раздать около 4000 метровых бетонных плит. Другая ситуация с памятными плитами. Из 19 плит выпускников целыми невредимыми удалось извлечь из земли 16 штук. Остальные оказались повреждены. Чиновник уверяет, им также дадут вторую жизнь. Сломанные полностью восстановят, а сохранившимся без изъянов дадут новое обрамление. Мы ее прям заново новую сделаем. И так же вот сделаем все в плитку, ее уже вставляем на место, возвращаем, как договариваются. Вторую очередь аллеи учителей должны завершить к октябрю 2019 года. Кемран Качимайкин, Жюлек Барвиндок, Виталий Немов, Тимгород, 24. Согласно прогнозу синоптиков, предстоящие выходные в регионе удержится прохладная погода. Завтра в Ульяновске ожидается температура 21 градус по Цельсию, ветер северный 2 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням в 18.50. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова